Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Развитие инфраструктуры в сфере транспорта и логистики в Карачаево-Черкесии. Этот вопрос обсуждали на заседании Совета, которое провел полпред в Ингушетии. Формирование доступной среды для детей с ограниченными возможностями и многие другие вопросы задавали родители дошкольников на приеме у депутата Парламента Республики. Как получить грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства и грамотно его реализовать в гостях фермера Кущетерова побывали Вести. По статистике, женщины живут дольше мужчин. Как продлить долголетие сильного пола? Что ответили специалисты? Сегодня в Москве состоялась встреча председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Темрезовым. Глава региона проинформировал премьер-министра о текущих результатах социально-экономического развития Республики, реализации инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и сфере туризма. Рашид Темрезов поблагодарил Дмитрия Медведева и правительство России за поддержку развития социальной сферы Карачаева-Черкесии в целом и здравоохранения в частности. Благодаря поддержке правительства в этом году нам удалось сделать колоссальный шаг вперед в развитии системы здравоохранения Республики, особенно в вопросе поддержки материнства и детства. В этом году мы сдаем эксплуатацию сразу три крупных лечебных учреждения, аналогов которых в Республике раньше не было, подчеркнул на встрече Рашид Темрезов. А накануне Рашид Темрезов посетил Чеченскую республику и встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обсудили вопросы межрегионального взаимодействия и сотрудничества между республиками и братскими народами. Мы всегда радуемся успехам и позитивным результатам развития Чеченской республики и ее столицы, города Грозный, который скоро отметит свое 200-летие. Все преобразования в Чечне – это результат труда жителей республики и главы региона Рамзана Кадырова, который продолжает дело своего отца, первого президента Чечни, Ахмата Хаджи Кадырова, мечтавшего именно о такой красивой и мирной Чечне, сказал глава Рашид Темрезов. Также глава принял участие в заседании совета, которое провел полпред президента России ВСКФО Александр Матовников. Рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с текущим социально-экономическим развитием субъектов округа, заслушали итоги выбранных кампаний в единый день голосования, а также проинформировали полпреда о готовности субъектов к полному переходу на цифровое телевизионное обещание. Рашид Темрезов выступил с докладом о развитии инфраструктуры в сфере транспорта и логистики в Карачаево-Черкесии, а именно о строительстве дороги к Черному морю. С Министерством транспорта Российской Федерации, с Федеральным дорожным агентством мы работаем очень плотно, системно и практические результаты мы эти видим. Я вот хочу лично поблагодарить и руководство Министерства, и Романа Владимировича, хочу поблагодарить руководителя федерального учреждения «Опердор-Кавказ». У нас общая и консолидированная позиция с руководством Ставропольского края, лично с Владимиром Владимировичем по этой дороге. У нас есть поручение председателя правительства России в конфедерации Дмитрия Анатольевича Медведева, которое было дано Министерству по делам Северного Кавказа, Росавтодору и руководству Ставропольского края Карачаево-Черкесии. Мы, ну, работа там достаточно серьезная, я думаю, что мы, Александр Анатольевич, более такую уже прям конкретную консолидированную позицию вместе с Владимиром Владимировичем вам в ближайшее время представим. Ну, 15 августа я доказывал президенту по этой дороге, про которую мы говорим, Кислава-Черкеска-Адлира, он устно одобрил. Ну, мы подготовим документы, соответственно, на него, я думаю, что это возможно сделать. Мы все северокавказские главы этот проект поддерживали, почему? Потому что нам, чтобы доехать сейчас в Адлир, нашим отдыхающим, надо такой большой круг делать. Сегодня в Черкесске в общественной приемной Дмитрия Медведева прошел прием граждан с вопросами о дошкольном образовании. Жители обратились к депутату парламента Ильине Ляшовой. Подробности у Мурата Джанкезова. На приеме граждан интересовали самые разнообразные темы. Актуальными у родителей по-прежнему остаются вопросы формирования доступной среды для детей с ограниченными возможностями. У нас есть ребенок с ограничениями здоровья. И нас интересовало обучение в дошкольных учреждениях, как оно проводится. С моим сыном мы посещаем 15-й детский сад. Очень нас устраивает, все нравится. Просто было интересно, как вся эта программа проводится в других детских садах. Этот вопрос интересует многих мамочек. Нам на него ответили. А как быть с одаренными детьми, спрашивали родители. Ведь для их развития тоже нужны особые условия. Я занимаюсь развитием своих деток. Я многодетная мамочка. И мне вот интересно было, для одаренных деток есть ли специальные программы в садиках. И может ли наш сам садик разработать такую программу для одаренных деток. И какой ответ получили? Что должна быть все-таки обратная связь. Это родители и сотрудники учреждения. И можно предложить свою какую-то конкретную программу и выставить им на рассмотрение. Также обсудили проблемы, связанные с отсутствием в детсадах медработников, в частности психологов. На встрече родители заверили, что в соответствии с принятыми федеральными образовательными стандартами и нормативами, дети получают в дошкольных учреждениях достойный багаж знаний и навыков, чтобы успешно войти в школьную жизнь. Тема дошкольного образования отражена и в партийных проектах «Единой России». У партии «Единая Россия» есть множество проектов. Один из проектов – это наша новая школа. В рамках проекта «Наша новая школа» как раз праздник – День воспитателей, День дошкольного работника. Хочется, кстати, поздравить всех работников дошкольных учреждений и всех мам и пап, потому что практически это праздник всех, так как наши детки всегда посещают детский сад. Вот в рамках этого проекта сегодня был и прием граждан, чтобы обозначить и узнать, какие вопросы волнуют, соответственно, наших родителей. И помочь совместно и отделам образования, и министерствам просвещения, и депутатским корпусам решить те вопросы, которые сейчас стоят перед детскими садами и перед родителями, которые вводят детей в детский сад. В ходе приема родители и работники системы дошкольного образования получили грамотные консультации по самым различным вопросам в области дошкольного образования. Постскриптум – отрадно, что родители больше не задают вопросов, связанных с отсутствием мест в детских садах. Воджин, Кузова, Лебастанов, Листик, Рычаево, Чактиси. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Хирургия катаракты – одно из приоритетных направлений сети Клиник Тризе. Для наших пациентов мы создали максимально комфортные условия лечения. В клинику иногородник доставляют на специальном автобусе. Все необходимые обследования и операции могут быть проведены за один день. После операции пациентов отводят в гостиницу в сопровождении медперсонала. И уже на следующий день они возвращаются домой с новым счастливым взглядом на жизнь. Не откладывайте лечение катаракты. Обратитесь в клинику Тризе сегодня. По сообщению синоптиков. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5 плюс 10, а днём 17-22 выше нуля. В горах ночью минус 2 плюс 3, а днём плюс 10 плюс 15. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10. Температура ночью плюс 6 плюс 8, а днём 20-22 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Начинающий фермер, житель аула Верхняя Мара Наурус Кушетеров ждал более двух лет. Полученные средства он планирует потратить на развитие собственного отдела, модернизацию своего подворья. О сельских буднях в репортаже Александра Коваленко. Начинающий фермер Наурус Кушетеров получил грант, и у него теперь появилась возможность начать строительство новой хозьпостройки, а также приобрести ещё дойных коров. На зиму я хочу вот тут навес сделать, чтобы скотину мог я тут содержать. Каждую зиму снегом заваливает, и весной, каждый раз это приходится отремонтировать заново. Фермерское хозяйство Науруса Кушетерова начиналось с двух коров и пяти телят. За 10 лет цифра увеличилась почти до 100 голов крупного рогатого скота. Несмотря на то, что сын Науруса Таулан мечтает стать учёным в области медицины, отец всё же приучает его к ведению хозяйства, утверждая, что в жизни пригодится. Было там семь коров, немного. Вот так начал потихоньку и разводить. Через семь лет у меня уже было 30 голов там, большие, маленькие все. Бычок вырос, и я его продавал. Заместо неё там два телёнка, три телёнка, ну как мог. Как получилось, я покупал. Летние выпаса близятся к завершению. С каждым днём в горах становится всё прохладнее. На доев, которые мы получали летом, хватало, чтобы напоить телят и на продажу, а также на изготовление домашней молочной продукции. Сразу после утренней дойки Наурус Кушетерова выгоняет своих коров на луга, чтобы они насытились разнотравьем, которое придаёт молоку необыкновенный вкус и жирность, рассказывает нам фермер. Дойм мы их два раза в день, за раз дают 8 литров, в день 16 литров. Сила, грация, скорость. Свою семейную ферму Наурус Кушетеров не представляет без табуна лошадей. Они хорошо знают хозяина, к себе не подпускают чужака, говорит фермер. Эти жеребцы не раз выручали, когда нас накрывал густой туман. В своей лошади я был уверен. Она не сойдёт с пути и доставит меня домой. Для грациозных животных также планируют построить тёплое и уютное стойло. Наряду с заботой о своих домашних животных Наурус Кушетеров заготовил уже на зиму и сено. Александра Коваленко, Ольга Савенко, Руслан Харченко. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаевский район. Как стабилизировать репродуктивные функции, увеличить продолжительность жизни мужчин, повысить ответственное отношение к собственному физическому и социальному здоровью? Эти и другие вопросы обсудили активисты Общероссийского народного фронта. Альбина Ламкова продолжит тему. Тему мужского здоровья и социального долголетия представители ОНФ и специалисты обсуждают во всех регионах страны. Все поступившие идеи и предложения будут учтены при формировании федеральной программы, отметил в своём обращении сопредседатель регионального штаба Общественного народного фронта в республике Геннадий Жданов. В майском суперуказе, так называемом президента Российской Федерации, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Владимировича Путина, 27 мая 2018 года, в стратегических задачах и целях по развитию Российской Федерации до 2024 года, одной из важнейших задач поставлена задача увеличения населения Российской Федерации. Все мы прекрасно понимаем, что увеличение населения, рождаемость и прочее невозможно без здоровых мужчин и женщин. В интервью Геннадий Жданов пояснил, что решение демографических проблем невозможно без улучшения показателей здоровья мужчин. А ещё рассказал, что центральным штабом ОНФ был проведён анализ. Выяснили, что 57% мужского населения не доживают до 65 лет. Затем рассказал о том, что Всемирная организация здравоохранения ставит Россию на первое место в Европе по смертности мужчин. Также отметил, что в нашей стране отсутствует система подготовки врачей-урологов-андрологов. Но в Карачаево-Черкесии есть положительный опыт в работе с мужским населением, Говорит начальник отдела Министерства здравоохранения Белла Бачаева. Начиная с 2010 года в нашей республике осуществлялась работа с главным репродуктологом. Человек, который занимается именно вопросами воспроизводства, больше касающиеся именно мужского здоровья. Это Аполехин Олег Иванович. Это профессор, это директор Института неурологии. Его ученик, заведующий урологическим отделением республиканской нашей больницы, Мустафа Азретович Узденов, он вел эту работу вместе со всеми районными урологами. Белла Бачаева отметила, что, к сожалению, мужчины живут меньше. По ее мнению, основной акцент в этом направлении нужно делать на профилактику. Ну и, конечно, большое внимание нужно уделять факторам риска – отказаться от алкоголя, табака и вести здоровый образ жизни. Так сложилось, что у курящих и пьющих людей в России значительно больше среди мужчин. Белла Бачаева отметила, что в данный момент статистика по России неутешительная. Если сравнивать продолжительность жизни мужчин и женщин, то она составляет 11 в пользу слабого пола. Но в нашей республике – 7 лет. По словам специалиста, это итог проделанной работы с репродуктологом-урологом. Но и многие жители нашей республики – за здоровый образ жизни. Я, соответственно, вовремя ложусь спать. Во-первых, я не курю, не употребляю спиртного. Но другими вещами тоже никогда не занимался. Мы очень серьезно относимся к своему здоровью, конечно же. Каждое утро делаем пробежку. В общем, ребята, занимайтесь спортом, не занимайтесь ерундой, ведите к своей цели, и все у вас будет хорошо. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Школа профессий для детей с ограниченными возможностями открылась в Республиканской детской библиотеке. Занятия проходят в рамках реализации президентского гранта совместно с Пушкинской и Российской библиотеками. Бесплатные вебинары предназначены для сотрудников библиотек, психологов, социальных работников. Лекторы и ведущие мастер-классов со всей страны по видеосвязи дают практические советы по работе с особенными детьми. Занятия в школе профессии включают общие с настоящими мастерами своего дела, практическую работу и творческую деятельность. Сотрудники детской библиотеки выразили надежду, что проект будет способствовать развитию разносторонних способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья, поможет им получить представление о разных профессиях. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акварелия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова